Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии ее ведущий Александр Крузе. В сегодняшнем выпуске мы познакомим вас с очень интересным коллективом – мужским хором «Русский формат». В кресле напротив меня руководитель хора Серафим Дубанов. Серафим, здравствуйте! Здравствуйте! Серафим Дубанов – заслуженный деятель объединенного хорового движения. Родился в 1990 году в Киргизии в семье священника. Первый собственный хор собрал уже в 17 лет при Троицком соборе города Воронежа. Через два года хор получил статус «Митрополичьева». В 2013 году Серафим рукоположен в Сан-Диакона. В 2015 указом губернатора Воронежской области назначен главным дирижером мужского хора Воронежского концертного зала. С 2018 года коллектив под управлением Серафима Дубанова сотрудничает с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. В том же году Серафим с отличием окончил магистратуру Московского государственного института культуры. В настоящее время хор под управлением Серафима Дубанова «Русский формат» ведет активную творческую деятельность. Сегодня Серафим Дубанов – гость программы «Канон». Позвольте, я процитирую статью с вашего сайта. Цитата. «Мы работаем для того, чтобы доказать, у хорового искусства есть яркое и даже неожиданное будущее. Наш коллектив состоит из молодых ребят, которые готовы менять музыку и меняться сами. Очень мощный и, по-хорошему, такой амбициозный посыл. А можете рассказать об этих молодых ребятах, которые меняют музыку? Наш коллектив в основном родом из Воронежа. Только когда мы уже совсем недавно переехали в Москву, к нам влился один очень талантливый человек из Питера. Потрясающий музыкант, владеющий многими музыкальными инструментами в совершенстве причем. И обладающий очень высоким тенором, что называется теноральтина. Конечно, это очень такое мощное приобретение было в наш коллектив. Тоже молодой человек, такой же целеустремленный, как и вся наша команда. А сколько человек у вас? Сейчас нас 9 человек. Безусловно, чтобы остаться вот таким маленьким количеством, мы проделали очень большой путь. Начался он еще в 2008 году. Далее мы стали государственным. Сперва просто как церковный коллектив, потом коллектив кафедрального собора. Далее государственный коллектив с большим штатом, где у нас и бенд инструментальный. Помимо большого состава хора, и бенд инструментальный был, и оркестр, и хореографическая группа, и административная большая часть. Это большая была серьезная организация. И когда мы оказались здесь в Москве, нас пригласили всем коллективам сюда, в Москву. Конечно же, не все могли просто взять и удобные для себя условия жизни просто в корне и поменять. Да. И, конечно же, вот приехали мы сюда тоже не 9 человек. Приехали мы немного больше 12 человек, но... Вы приехали поступать куда-то? Или вы прям целенаправленно... Целенаправленно нас пригласил Максим Фадеев в свой музыкальный лейбл после участия в проекта песни на ТНТ. И тогда, конечно, тоже своего рода отсев произошел. Потому что новые условия очень экстремальные, новый город. Тоже мы жили сперва все в одном доме. Не все сразу смогли перевести семьи. Конечно же, притирались их друг к другу, отсеивались. То есть укреплялась вот эта вот самая сильная, мощная команда. Слушайте, ну я вот читал, что вы чуть ли не самый молодой российский дирижер. Вы первый свой коллектив, получается, собрали, когда вам было 17 лет? Да. Но сейчас, наверное, уже не так. Мне уже побольше лет, но... Все-таки в 17 лет руководить, собрать и руководить хором, это дорогого стоит. Да. Действительно, это было так. В храме моего отца в Воронеже, в Троицком храме. Ваш отец священник? Да. Потомственные у меня священнослужители. Семья у меня очень уникальна в том плане, то, что она духовно воспитывалась у сильных духом и даже святых людей, среди которых, например, преподобный Серафим Романцов, который вообще крестил моего отца. Когда он был в разных гонениях, ссылках, он 12 лет жил в моей семье, у моей бабушки. Она его помнит. Он их всех научил молиться, совершал литургии в землянках. Это все было в горах Киргизии и Узбекистана. Например, святитель Лука, воин Осенецкий, он и мою семью лечил в Ташкенте. Он же... Потому что? Да. Он же мою бабушку лечил, которая не так вот давно в Царстве Небесном умерла. И она очень много о нем рассказывала. Но она к нему уже в Симферополь ездила. То есть прям непосредственно такая вот живая связь. Да, да, да. Амфилохи Почаевские, например. Матрона Московская. Даже к ней вот приезжали, она встречала. Потому что наша семья вот Козулиных... Отец у меня Дубанов, а бабушка моя Козулина. И вот очень известная была семья в той части вот Средней Азии, Киргизстан и Узбекистан. Потому что, ну, они, наверное, были там почти единственными хранителями православной веры. Вот. Вот имея такие корни, имея пример своего отца, пример родителей, у вас не возникало желания стать священником? Почему вы не выбрали этот спой? Нет, я как священнослужитель тоже служу, но как дьякон. Как дьякон. Как дьякон, да. Дальше именно священником становиться. Ну, не то, чтобы я не готов или не хочу, я не могу об этом говорить. Значит, Господь так распоряжается, то, что пока так. Я музыку очень люблю. Очень люблю. У меня родители музыкальные. Они познакомились, кстати говоря, в Троице-Сергиевой лавре, в хоре отца Матфея, всем известного Мармеля. И всегда мы с семьей, когда собираемся за столом, всегда поем. Вот. Но, опять же, мы, как верующие люди, с вами должны понимать, что так Господь управил, что мне предстояло после школы пойти не в семинарию, а в музыкальное училище. Конечно, я очень полюбил всю эту хоровую уже жизнь. И когда видел проблемы в хоре церковному отца своего, предложил ему, пап, давай, ну что такое, женщины эти никак не справляются, давай мужиков соберу. Ну что у меня, вот смотри, вот на курсе этот, этот, тот, потом из Академии искусства возьму из педагогического университета, того, того, я же уже знаю всех, давай, соберем, сделаем. Отец поддержал, отец поддержал, даже зарплату там начал платить ребятам, все. Два года мы пели у отца в храме. И, конечно же, когда митрополит Сергий тогда с секретарем епархии, архимандритом на тот момент, Андреем, приезжали на Троицу или еще какие-то праздники служить к отцу, очень отмечали такой высокий вкус к музыке, мастерство уже в те годы-то. Но это так, отступление. И, значит, конечно, спустя два года пригласили нас в кафедральный собор. Он тогда только открылся, Благовещенский кафедральный собор. Я думаю, вы его знаете. Это третий храм по величине. Ну, может быть, сейчас уже не третий, потому что построен храм Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Ну, то есть один из самых больших храмов России, конечно же, стать архиерейским хором в таком огромном соборе. Ну, кто откажется? И тем более какой отец не захочет своему сыну роста профессионального? Конечно, нас отец отпускает. Отец Андрей тогда секретарь епархии был. А сейчас он владыка Рассашанский. Он нас поддержал. С ним очень много мы занимались. Он сам у отца Матфея пел. И поэтому он очень любил именно этот стиль церковно-хорового пения. И так вот спустя два года мы стали сперваархиерейским хором. Митрополичем мы стали, когда образована была Митрополия. Серафим, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу и послушать ваш коллектив. Дорогие телезрители, представляем вашему вниманию хор «Русский формат». Песня «Русский формат» 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 Чаю воскресенье нетных, и жизни будущего века. Аминь. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседуем с руководителем хора «Русский формат» Серафимом Дубановым. — Серафим, ну я знаю, что помимо духовной музыки вы исполняете и светскую музыку, и авторскую музыку. Вот как вы стали, все-таки, наверное, когда вы исполняли духовную музыку, вы не были русским форматом. Наверное, вы как-то по-другому назывались. Как вы обрели вот этот вот формат, скажем так? — Дело в том, что поскольку у нас начало неплохо получаться исполнение в целом музыки духовной, мы начали пробовать, как и многие светские коллективы, и те же коллективы семинарские, например, «Лавра Троицеркви», пробовать петь песни военных лет, эстраду советскую, вот в таком пока ограниченном ключе. — В высоком смысле эстраду. — Ну да, и советскую эстраду, я имею в виду. Сейчас, конечно, ее можно, все песни Бабаджаняна, все песни Магомаева, Магомаева можно смело назвать уже классикой, потому что эстрада сейчас – это совершенно другое. Там столько стилей, столько уже намешано всего. Поэтому мы начали выступать. Конечно же, поскольку у нас статус был исключительно только церковного хора, у нас и название было наше первое, там, митрополитический мужской хор, символ веры. В этом статусе мы начали выступать не только в России, начали за рубеж ездить, конкурсы выигрывать. В 2015 году в Москве проходил международный хоровой конгресс «Хорус Инсайт», на котором, во-первых, мы смогли победить в конкурсе хоровом. Во-вторых, я звание получил тогда уже заслуженного деятеля объединенного хорового движения. И тогда губернатор Воронежа был Алексей Гордеев. Он очень много нас подключал к различным государственным праздникам. Ну и после определенного успеха по выполнению, скажем так, какого-то задания или поручения, ответственного, нам было предложено стать государственным коллективом, поскольку такого уровня коллектив представлял интересы региона на самом, что не есть, высоком уровне. И тогда, в 2015 году, мы стали государственным коллективом при Воронежском концертном зале. Я получил должность главного дирижера и художественного руководителя. Ну, это уже очень такая серьезная была машина под департаментом культуры. Уже ответственные задания, ответственные поездки. И, конечно же, нам пришлось переформатироваться, как вы сказали, поскольку, опять же, мы собрали первые залы с этим названием. Какое мы можем собрать? Мы можем собрать только с духовной музыкой, только с, опять же, советской эстрадой. С классикой. С классикой и все. А так, чтобы работать с массами, работать с молодежью и привлекать их, и говорить о том, что мы такие же, как и вы, молодые люди, но мы только верующие. И мы не являемся какими-то немытыми, еще сынами, молимся, постимся и слушаем радио определенное. Нет. Понимаете? Мы такие же нормальные все люди. То есть вы пытались таким образом сломать стереотипы определенные? Да. Но, опять же, только таким образом, если исполнять музыку более эстрадную уже сегодняшнего времени, не прокатит, что называется. Мы ушли от классической формы исполнения. Если раньше, и как все привыкли классические академические хоры видеть, они стоят, назову таким грубым словом, уткнувшись в папочку, и в нее усердно поют, вот, я понял, что этим сейчас абсолютно не удивишь. Да, не донесешь тех эмоций, которые ты можешь донести, вот, полной подачи всего себя зрителю. Убираем мы папки, начинаем без них петь. Добавляем ноги. Добавляем потихонечку, постепенно ноги. Естественно, такие дядьки крупные такие, басы, там, начинают вредничать, говорят, я Арию Рене пел, я это не буду делать. Поэтому, наверное, и осталось 9 человек. Да, приходится, конечно, работать с такими людьми, мне и заявление кладут на стол, я это опять не буду. Ну, приходилось подписывать заявление, все, я уволил, я уволил, я это делать не буду. В коридор выходят, гордо другим артистам показывают, потом два месяца мне написывают, почему ты со мной не поговорил? Я бы остался, ты должен был со мной поговорить. Ну, в общем, таких ситуаций было. Да, много, конечно, нам пришлось ломаться, в первую очередь, начиная от меня, заканчивая всеми остальными. То есть вы тоже себя ломали? Безусловно, мы не учились этому, мы учились академическому пению. У нас у всех академическое, либо вокальное академическое образование, либо дирижерское. Да, и нас не учили в училище ножку вправо, ножку влево, там, какую-то подачу. Нет, это мы уже сами методом проб, где-то ошибок пробовали. Ну, вот вернемся к той цитате, с которой я начал. Получается, что утверждение у хорового искусства может быть неожиданное будущее. Это как раз и есть та деятельность, которой вы занимаетесь. Вы даете эту неожиданность для зрителя. То есть зритель привык видеть статичный хор в галстуках, а выходят молодые, нестатичные, энергичные ребята. Да, действительно. Но, опять же, сейчас у нас есть такие коллективы, и прославленные, очень известные, которые тоже не поют по папочкам. Конечно, в свое время мы на них равнялись. Но что у нас не делается, например, в хоровых коллективах, что они поют? Они поют всеми известные композиции. То есть это очень такая сиюминутная вспышка, которую, о, класс, интересно сделали, да. Ну и все. Но все равно это, знаете, эта песня, вот там, например, «Танцы на стеклах», это песня Максима Фадеева. Все. Как бы мы ее бы красиво, интересно не сделали, кто-то будет сравнивать, там, говорит, нет, он все-таки ее так душевнее делал. Или черт. Некоторые, да, интереснее скажут. Но эта песня Максима Фадеева или того или другого, сейчас никто из хоровых исполнителей не занимается авторской музыкой. Поэтому мы решили заняться этим материалом. Нам в этом, конечно, помог и направил нас Максим Фадеев. Сейчас, когда он дал нам больше свободы действовать самостоятельно, когда мы не обременены контрактом с ним, только сотрудничаем по музыкальной части, конечно же, у нас есть больше возможностей для того, чтобы уже расправлять собственные крылья и лететь, летите голуби, летите. А как он заинтересовался вашим коллективом? Как вы с ним познакомились? Это был телепроект, да? Да, это был проект песни на известном телеканале. Мы два тура смогли пройти, дальше мы не смогли пройти, потому что квота на прохождение в следующий этап было всего на 20 человек, всего на 20 исполнителей. А у вас 9. А на тот момент у нас было 15, это был 2018 год, мы еще были в Воронеже. Именно таким мобильным коллективом, который, скажем так, легче кормить, чем 25, когда у нас было. Вот, и, конечно же, дальше мы просто не могли пройти. Если бы была бы такая возможность, чтобы за единицу весь коллектив считался, я уверен, что мы бы из кожи вон, как говорится, вылезли, но что-нибудь бы сделали еще интереснее. Вот, но поскольку дальше мы просто не могли пройти, он сказал, ребята, я знаю, что с вами делать, вот, я предлагаю нам с вами уже отдельно встретиться и обсудить возможность сотрудничества. Я приехал в Воронеж, не успели мы тогда обменяться контактами, все-таки это эфир, запись. Потом, когда мы после эфира побежали уже, когда он уезжал, и мы побежали на стояночку автомобилей догнать его, но пока мы выбежали, он уже, собственно, помахал ручки нам. Я потом написал в лейбл, и буквально мне на следующий день отвечают, Максим Александрович, готов с вами... Я в понедельник написал, во вторник не отвечают, в среду, говорят, он готов с вами встретиться. Все, мы приезжаем, он говорит, ребята, вы меня извините, во-первых, там извинение начало перед нами, вот, рассказывать, что почему он не смог нас дальше провести, вот, в следующие эфиры. На самом деле это, наверное, и не важно победить в проекте. Да, мы победили. Важно показать себя. Мы победили. В том плане, мы победили это для себя. Вот, потому что если бы не он, мы бы не оказались сейчас здесь, в Москве. И, конечно, какие здесь возможности, какие здесь люди, это все несравнимо с тем потолком, который мы смогли добиться в Воронеже. Который вы уже начали пробивать в Воронеже. Да. В Воронежу, конечно, мы очень благодарны, потому что нам там дали все абсолютно, ну, наверное, очень такое не церковное выражение, у меня все карты в руки. Но, тем не менее, конечно, мы Воронежу благодарны во всем. Нас сделал Воронеж. Нас сделал первый владыка Сергий, владыка Андрей, губернатор, департамент культуры. И благодаря поддержке их всех мы смогли уже выйти на более высокий, такой же уровень. Серафим, я предлагаю нашу беседу продолжить в следующем выпуске программы. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин